Здравствуйте, друзья! У нас сегодня на канале гость. Зовут его Эдуард Эдвард. Как правильно вас? Эдвард. Эдвард. Да, значит, вы как давно в Америке-то? Я приехал сюда, когда я был младенец, поэтому я здесь всю жизнь прожил. А как же вы по-русски говорите? Мои мамы с папой со мной говорили по-русски. Также я учил в школе, уроки брал. Также читаю и пишу. Родители хотели, чтобы вы говорили по-русски? Хотели, да. Хорошо. А откуда вас привезли младенцам? Из Самары. Как интересно. Вы пришли в Самары. Понял, понял. Хорошо. Но вы там не были никогда? Нет, я был младенец, поэтому я ничего не был. Ну вот вы уже взрослым не ездили в Россию? Нет, я вырос в Сан-Франциско. Ты вы местный? Да, да. Хорошо. Так, а вы вроде работали в Лос-Анджелесе? Да, я вырос тут, работал в Лос-Анджелесе и приехал обратно, чтобы пойти в портновую школу. Так вы, подождите, ну вы занимались, вот я смотрю на ваше резюме, тут написано, что вы 14 лет назад получили степень бакалавра в театральных искусствах. Да. То есть вас готовили что, режиссером быть или актером? Актером. Актером, да. Но вам удалось работать актером? Да, я снял несколько фильмов, это актер, телевидение, рекламы. Снимались? Да. Так, а что же вы решили поменять профессию? Это вам не нравилось там или что? Ну, мне нравится, но я считаю, что если знаешь как больше, больше skills, это всегда только будет useful, пригодится. Но вы хотите работать тестером? Конечно. То есть вы будете артистом тестирования? Да. Хорошо. Так, а вот ваши родители, которые вас привезли младенцем из Куйбышева, они не испугались, когда вы сказали, я хочу быть артистом? Они не сказали, может быть, тебе нужно какую-то работу, где там хлеб с маслом, там с икрой, что-то такое? Они были, как говорится, supportive, но они также сомневались. Сомневались. Сомневались в младшем также, поэтому. А вот с точки зрения карьеры, ну, артистической. Правильно где-то учиться в Голливуде или вот в Сан-Франциско тоже нормально, вот можно учиться и все нормально? Я учился в Сан-Франциско, в State University, я получил мой дегрей, они имеют очень хорошую программу Top Ten в седневной шапке. Я также в Оксфорде учился, в Англии. Поэтому можно учиться в разных местах, но в Голливуде это где-то сама индустрия. Ну, это достаточно хорошее и известное место. О да. Также ACT в Сан-Франциско. А вот среди ваших сокурсников какие-нибудь есть известные актеры? Я встречал известных актеров. А вот из тех, что с вами учились, кто-то разбился из популярного актера? Я бы не сказал, что кто-то стал суперсторонят. Хорошо. Теперь, вы работали таким talent management, то есть вы рекрутировали массовку, да? Я работал, это очень сильно быть как agent. Ты ищешь клиентов, ты ищешь работы, auditions и все так далее. То есть такая административная очень работа, надо звонить? Надо звонить, разговаривать с разными клиентами, потом разговаривать с talent и... Да. Вот эти, которые talent, то есть, грубо говоря, артисты, да? А они в целом нормальные люди или много сумасшедших каких-то? Я бы сказал, что обычно они нормальные. А то есть ничего, нормальные ребята? Нормальные ребята. Можно? Да. То есть... Я не думаю, что я сейчас в целом... Не опасные? Нет, нет. Нормальные люди. Ну, хорошо. А то, знаете, как люди творческие, они могут быть экзотическими, экзальтированными? Да. Разные бывают. Да. Ну, что же, хорошо. Так вот, сначала вы работали в talent management, потом вы... У вас своя компания появилась. Которые... Где вы находили клиентов, находили артистов, да? Да. Это было я работал в talent management. Потом другая компания я работал... Это было parties, events. И я работал в каком-то смысле, как party planner. Ну, хорошо. Вот работая как party planner, значит, вы были в состоянии хорошо заработать? Или это нужно быть вхожим в какой-то там корпоративный мир, чтобы хорошо зарабатывать и так далее? Я бы сказал, что что-то нормальное можно заработать, но это иногда идет вверх-вниз. Поэтому это... Не стабильно. Скажем, быть Q&A больше стабильным. Ну, хорошо. А вы женаты, у вас есть семья? Нет. То есть вы свободны? Свободны. Personal choice. Да. Если какая-нибудь девушка заинтересуется, захочет познакомиться, вы знакомитесь с девушками? Конечно. А как же вас найти-то? В принципе, можно, я guess, найти на Facebook. На Facebook. То есть написать Эдди Спивак. Да. Эдди Спивак или Эдвард Спивак. Эдвард Спивак. Ну, в общем, пусть пишут, если что. Да. Могут писать. Хорошо. Теперь, значит... А на YouTube есть у вас аккаунт? Не, у меня это YouTube-видео. То есть вы не хотите какой-то блог вести там? Нет. Не до этого. Может быть. Со временем. Да. Как вы пришли к идее тестирования? Живет человек совершенно как бы не в компьютерном мире. И вдруг раз вот оказывается в портном компьютерском. Мой папа был рекрутер. И в 90-х годах. Техникул рекрутер. Техникул рекрутер. И я знаю, что он нашел работу. Работать много людям, которые были и закончили эту школу. У нас когда-то в Лос-Анджелесе было отделение. Недолго. Да. Но это было здесь, в Сан-Франциско. О, окей, здесь. Поэтому он находил работу для людей, которые закончили эту школу. Для Silicon Valley. И даже в те времена они получали хорошие зарплаты. Поэтому я знаю в школе через моего папу. Потому что он имел direct contact. Также мой брат, он software engineer. И он в этой индустрии работает 20 лет. И он работает сейчас на Amazon. Netflix работал. Поэтому я знаю, что это очень хорошая индустрия. То есть вы решили к ним присоединиться? Да. Ну что же, хорошо. У нас была такая компания. Мы для них тестировали. Она называлась Talent6. Одним словом. Они сейчас как-то переименовались. Их уже нет. Вот Talent6.com. И они делали, знаете что? Они давали объявления как бы о работе. А на самом деле, значит, к ним туда шли объявления от всех снимающих групп в массовку. И они набирали людей вот там, не только для Голливуда, но и телевизионные какие-то шоу. Там они в зале сидят, аплодируют. Вот этих вот. И они говорили, что за день, за смену можно там долларов пятьсот получить там вот. Если ты уже опытный, если ты уже снимался там в каком-то количестве массовок, то тебе уже начинают платить. Там и четыреста, пятьсот долларов в день даже можно заработать. И у нас ребята из Сан-Франциско, если там режиссер хороший, там съемка такая, они садились на машину, ехали на пару дней в Лос-Анджелес на съемку. Вот. И так что мы... Какой-то такой опыт интересный был общение с этим. То есть вы тоже такой талант-менеджмент как бы делали? Да, в смысле я когда обычно не сидел в зале, я обычно играл, скажем, главную роль или где разговариваешь, а не где экстра играешь. Понял, понял. Я просто к чему этот пример привел, что в софтворной индустрии есть софтвор, есть организации, которые пишут этот софтвор специфически для интертеймент индустрии. Я же к чему говорю? То есть там серьезный продукт, там у них аутсорсинг был в Латвии. И там сидело какое-то количество людей, там программировало, мы здесь для них тестировали, помогали. Здорово. Да, совершенно реальная компания, реальная. В Саус-Сан-Франциско, кстати, совсем недалеко. Близко. Очень близко. Ну что же, хорошо. Я не думаю, что вы должны непременно тестировать что-нибудь связанное с интертеймент индустрией. Хотя знаете еще что я вам расскажу? У меня была одна очень экзальтированная такая женщина, ей было 55 лет. у нее была коса, вот такой толщины у нее была коса. Такая она прямая ходила под весом этой косы, такая полтора метра коса. И она в магазине работала продавщицей в Санта-Монике где-то, пока не познакомилась с одной из наших выпускниц. И та ее научила тестировать. И прислала ее ко мне, чтобы я резюме девушке, ну женщине сделал. Вот, я сделал ей резюме. И она нашла работу, я боюсь соврать, ну прямо в Голливуде и нашла. То есть они там пишут свой софтвер, она начала тестировать этот софтвер. Вот София наша, вы знаете, у нас работает, ее дочь, когда-то была тестером. Она у нас 18 лет тут училась, пошла работать, проработала несколько лет, а потом пошла в университет и там уже заканчивала, ну там, по бизнес-администрейшн. А потом они с мужем поехали в Лас-Вегас. И в Лас-Вегасе она стала искать работу, но поскольку у нее в резюме было, что она тестировала, ей позвонили из МДЖМ и говорят, ты знаешь, у нас вот тут тестировать надо, может быть ты согласишься потестировать. И она вот с тех пор тестирует, они уже вернулись оттуда, уже сейчас в Сан-Франциско живут, но вот она с тех пор так вот и не стала заниматься ничем другим, так и тестирует. Вот, я просто к чему, господи, МДЖМ, неплохо. То есть вам, может быть, захотелось бы там поработать. Может быть вы, на самом деле, с их точки зрения, были бы интересным кандидатом. Так что, я думаю, вы поработаете в паре-тройке мест. Да. А потом так вот уже станете покруче, может быть, и начнете специфически. Знаете, когда работа есть, зарплата идет. Да. Уже начинаешь думать, а не закрутить ли мне чего-нибудь, не замутить ли мне чего-нибудь там в Голливуде. Да. У них ведь, на самом деле, там невероятные сложности софтвор, который занимается обработкой картинки. Ага. Это все очень сложные продукты. Да, это все здорово. Потому что этот after QA testing можно делать в любом месте, в любом городе. Поэтому я здесь вырос, я жил в Голливуде, я сейчас приехал обратно, чтобы в школу пойти, мне нечего сделать. И потом я обратно поедал в Голливуд. Поэтому этот skill может apply everywhere, в любом месте. Давайте, может быть, я спрошу у вас такую вещь. Вот с вашей точки зрения, вы фактически уже такой американец. Да. Мой английский лучше, чем мой русский. Да, это я слышу. Да. Значит, вы, скажите вот, что для вас, выросшего в Сан-Франциско и потом пожившего в Лос-Анджелесе, вот как бы вы сравнили, как бы вы сопоставили Лос-Анджелес и Сан-Франциско? Они разные города, в смысле, Сан-Франциско очень красивый город, но он намного меньше, только 7 на 7 миль, 49 square miles. Лос-Анджелес – это город, но он очень справедливый, очень большой город. И, ну, конечно, это второй самый большой город в Соединенных Штатах. Просто Нью-Йорк. Просто Нью-Йорк, да. Поэтому там есть много всего. И, ну, я, мне нравятся оба города, но в Сан-Франциско всегда будет, конечно, это как… Где девчонки, девчонок симпатичных где больше? О, в Лос-Анджелесе. Правильно? Они там съезжаются, небось, хотят звездами быть. Да, конечно. Да, конечно, там все актрисы, моделы и все так далее. Ну, а правда говорят, что вот в Лос-Анджелесе народ немножко чокнутый вот с этим кинематографом, в каждом гараже продакшн какой-то там вот… В каком-то смысле. В каком-то смысле есть что-то такое, да. То есть вот где-то вот эта мечта, она где-то вот витает, сейчас ее раз там схватил и на весь мир… Да, да. Есть такое. Конечно. Поэтому много туда людей приезжают. Девчонки. Большая очень индустрия. Девчонки в основном. Девчонки все разные. Мальчишки, девчонки. Ну да, есть много красивых девчонок, да, конечно. Ну что же. В общем, я хочу сказать, молодые люди, которые нас слушают, вот может быть заинтересуются Лос-Анджелсом. Ну или в крайнем случае вот в Портнов компьютер-скул у нас… А у нас в школе как, девчонки? Хорошие. Хорошие? Да, хорошие. И… Ну это очень хорошая школа, поэтому я сюда переехал обратно, чтобы сюда пойти, и потом закончил я и обратно поеду туда, поэтому… Ну вам родители не говорят, вот пока в школе будешь, найди себе девочку хорошую? Иногда не говорят, но они знают, что это мой decision. Окей. То есть вы как бы сознательно так не интересуетесь? Сознательно. А меня будет время, но еще нет. Ну понятно. Ну посмотрим. Чтоб никому голову не ворочить. Да, посмотрим, чтобы поэтому… Ну конечно, в Лос-Анджелес тяжело выбрать, там их много красивых. Это правда. А вот вы когда, допустим, выбор девушки, он какой-то должен быть вот для вас… Ну скажем, девушка с родиной, она интереснее, чем девушка местная, например, или без разницы? С родиной, без родины… Это… Я считаю, что, конечно, это ваш хороший человек, но… Красивый. Я решил красивый. Хочется красивый. Красивый. А, какой. Да. Проказник. Ну ладно, хорошо. Значит, спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что у нас ребята, которые смотрят наш канал, их будет очень интересно. И… Давайте, может быть, я вас спрошу. У нас часто обсуждается вопрос акцента. Вот люди приезжают в эмиграцию, и некоторые переживают. Они думают, вот я приеду, я никогда не буду разговаривать как американец, и вот буду как бы второй сорт. Вот как американцы относятся к акцентам? Вот вы живете в Сан-Франциско, там же много людей с акцентом. Да, очень много. Как относятся люди? Нормально. Полностью нормально, и… Я бы сказал, что нет никакой разницы, если у тебя есть акцент или нет акцента, и люди к тебе хорошо относятся. Особенно в Сан-Франциско люди очень, очень порядочные, nice. А в Лос-Анджелесе тоже акцент как бы не так важен? Но не так важно. Это в Америке люди к этому привыкли. Поэтому в эту страну все эмигранты всегда приезжают. Она с этого началась, поэтому это полностью нормально. Хорошо. Вот у нас в школе педагоги, они практически все из бывшего СССР. И они понятно говорят, вам их легко понять? Да. Да. Потому что родители с таким же акцентом говорят. Родители, кажется, имеют меньший акцент. Чем наш педагогик? Окей. Но они здесь долго уже прожили. Ну хорошо, ладно. А меня вы когда-нибудь слышали, как я говорю? Да, вы хорошо разговариваете. Хорошо говорите, да. А то меня некоторые критикуют. Говорят, смотри, там 25 лет живет в стране и такой акцент сильный. Да. Все понятно. Все понятно. И самое главное также, что контент самое главное. Что вы говорите? Да. Ну хорошо, ладно, спасибо. Спасибо. Ладно, я вас тогда уже отпускаю. Родителям привет передавайте. Спасибо. И скажите, что мы не подкачаем и запустим вас в новую судьбу. Спасибо. Я знаю, что там хороший маркет в Лос-Анджелесе. Очень хорошо. Здесь очень хороший в Silicon Valley, поэтому… Да, в Лос-Анджелесе легче. Да. Просто меньше людей. Это хорошо. Меньше конкуренции. Это очень хорошо. Конечно. А по-испански вы не можете? Нет. Только по-русски, по-английски. Ну тоже ничего. Да. Хорошо. Все, машем ручкой. Всем говорим привет. До свидания.